Также в самолёте находились журналисты телеканала, в том числе НТВ. Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Имена моих коллег уже в списке погибших, и это особенно тяжело осознавать. Алексей Велев о том, какими мы их запомним. Эти кадры сняты на передовой севернее Донецка. На нейтральной территории бойцы ополчения под командованием артиллериста с позывным «Балу» отражают наступление танковых подразделений ВСУ. Снимал оператор НТВ Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Во всех горячих точках они работали, как правило, вместе. И в очередную командировку в Сирию, для Олега она уже была второй, а для Жени первой они снова летели вместе. У Олега Пестова за плечами работа во всех горячих точках. Чеченская война, Майдан на Украине. Работал в Донецкой и Луганской народных республиках. Когда началась операция российских ВКС в Сирии, он сказал, мой долг поехать туда. Но даже находясь на передовой, Олег всегда надевал пиджак. Говорил, что оператор обязан выглядеть достойно. А дома его всегда ждала красавица жена Юлия и двое сыновей. Таких же высоких, каким был их папа. На мой взгляд, определение этого человека – такой качественный мужик. Вот я от него никогда не слышал. Я хочу, мне надо. Он всегда работал на семью. Он часто постоянно рассказывал о том, что дети у него там в секции, в кружке. О том, что он там заканчивает ремонт на даче, который никак не закончится. Вот ради этого, ради семьи он никогда не отказывался ни от такой работы. А в его случае это означает то, что он не отказывался и от командировок на войну, которые для нас являются все-таки добровольными. На Чеченской войне пробыл столько времени смелый, порядочный, профессионал. И вот так в самолете вместе со своим звукооператором и корреспондентом Лужецким. Очень больно. Хороший он парень, светлый. Но собраться невозможно. Женя Толстов никогда не переставал удивляться окружающему миру. С собой почти всегда в любую командировку брал фотоаппарат. А потом поражал всех друзей фотками кошек, собак, замечательными пейзажами. А еще в его аккаунте в одной из соцсетей всегда можно было увидеть фотографии его любимой Оленьки. Только так с необычайной теплотой он называл свою жену. Женя был среди тех журналистов, кто сопровождал тот самый первый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую Народные Республики. А потом были новые командировки в горячие точки. Человек, который обволакивался своим позитивом, всегда с ним было очень приятно работать. Это не объяснить. Человек-профессионал. Когда тебе не нужно было говорить, что ему делать, где ему оказаться, в какой момент. Он всегда понимал то, о чем ты думаешь. Он всегда во время съемок работал на высшем уровне. И Женя, кроме всего прочего, он был очень хорошим фотографом. Он много снимал. Он снимал и главных героев. Вот тигра вот этого он снимал. И вот этих тигров. Но его любимая фотография – это вот этот ежик. Он и сам, Женька, он свито такой колючий, как ежик. Тут три. Тупый. Самое первое испытание в горячей точке у Михаила Лужецкого было в Славянске. В этот город, ставший символом мужества и сопротивления небольшой группы ополченцев, несколько месяцев удерживавших город от атак многократно превосходящих подразделений украинской армии, он попал в самый разгар боев. Тогда журналисты все вместе прятались в подвалах единственной уцелевшей гостиницы. Но едва обстрелы прекращались, поднимались наверх, чтобы зафиксировать новые жертвы среди мирного населения. Миша каждый раз говорил, бедная моя мамуля, она опять будет волноваться. И выходил на работу вместе со всеми. А едва вернувшись из командировки, снова просился в Донецк. Когда эта информация подтвердилась, я буквально дар речи потерял. Это произошло во время прямого эфира. Очень тяжело, очень тяжело это воспринимать. Это были мои личные друзья. Миша Лужецкий, с которым мы буквально на днях виделись. Обещали встретиться еще и перед Новым годом. То самое печальное в этой истории, что совсем недавно он встретил прекрасную девушку. Приходил, рассказывал всегда, как ему повезло с Машей, как здорово, что вот он нашел наконец себе человека, вторую половинку. Он даже долго не раздумывал, через несколько месяцев он сделал ей предложение. По трагическому стечению обстоятельств, единственная фотография разбившегося самолета сделана именно нашим Жене Толстовым. Перед вылетом рейса, из которого уже никто не вернется. Помимо журналистов НТВ, в авиакатастрофе погибли наши коллеги с телеканалов «Звезда» и «Перва». Оператор Вадим Денисов только несколько месяцев назад вернулся домой из очень сложной командировки в Алеппо, где отработал больше трех недель непосредственно под обстрелами. Эта командировка в Сирию должна была стать второй и для звукооператора «Перва» Александра Сойдова. В качестве корреспондента в Сирию впервые летел Дмитрий Рунков. От канала «Звезда» для работы в Сирию направлялись журналисты Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...